Всем привет, призыватели! Патч 11.16 уже в ущеле призывателей. Поехали! Начинаем, как всегда, с топа. А первая у нас – Камила. Довольно продолжительное время мы отмечали ее как сильного чемпиона, но на высоком эло. Теперь пришло время, когда мы можем сказать, что она становится сильной на всех рангах. Так что мы не удивимся, если скоро ее понерфят. Одна из причин ее силы кроется в сломанном предмете – сокрушитель богов, который она не стесняется использовать в свою пользу. Ребятки, у Камы одна из лучших лайнфаз в игре. Она с легкостью выигрывает большинство матчапов, причем выигрывает даже те, которые не должна по факту. В легком матчапе она спокойно вступает в любой трейд с помощью своей ешки. Она может инициировать файт или выйти из боя, когда это становится опасно. Когда у нее сложный матчап, она может тупо спамить своей вэшкой с безопасного расстояния. Обычно чемпионы с сильной игрой в начале садятся под конец игры, но этот случай не про Камилу. Она сильна в начале и становится еще сильнее к концу игры. С помощью своей кушки она наносит тонну дамага. Кэм может и сплитпушить, и блистать в командных боях. В общем, это такой качественный и надежный швейцарский нож, который поможет вам пофармить ЛП. Следующий чемпион на очереди у нас Маакай. Очень сильный чемпион и довольно простой в освоении. Так что даже тот, у кого кривые пальцы, сможет побеждать. Кстати, недавно он получил баф на свою пассивку, что позволило ему стать экспертом в поджигании пуканов. Он легко может трейдиться, фармить и невероятно полезный в тимфайтах. Кстати, если вы сможете правильно рассчитать, то ваша кошка может даже отменить прыжки и рывки врагов. Но разве это не здорово? Маакай – это тот чемпион, который не пустит врагов в свой бэклайн. Пробуйте и наслаждайтесь. Ладно, давайте переместимся в лес. И тут первый на очереди – это Казикс. Да, у Таракана нету хорошего инструмента для гангов, как у других метапиков. Но это вовсе не значит, что он слабее. На самом деле, не так много чемпионов, которые могли бы что-то противопоставить ему в боях один на один. Он настолько силен в начале, что вовсе не парится, что ваши тиммейты в начале игры не будут водить жука за ручку по лесу. Одним словом, этот лесник просто не только не боится контрджангла, он наоборот будет только рад такому стечению обстоятельств. Еще плюсик в его копилку – это то, что ему не обязательно засноуболиться в начале, в отличие от других убийц. Давайте сравним его с Ренгаром. Например, Ренгар слишком зависим от своей ульты. И если он не ваншотит с нее, то становится бесполезным котиком. При этом, влетая в файт с ульты, Ренгар становится уязвимым. А вот Казикс, хотя, впрочем, вы и так уже знаете. Следующий у нас на очереди – Фидл. Этот чемпион хорошо подойдет тем, кто не очень любит стараться врываться вперед в самом начале игры. Для этого в лесу есть такие чемпионы, как Лисин или Ксинжао. А вот лесное пугало может не гоняться за киллами и просто фармить лес до получения своего шестого уровня. А вот уже с этого момента начинается самое веселье. Он в буквальном смысле не уйдет голодным после ганга на шестом. Здесь главное – правильно выбрать линию, на которой вас ждет пир. Стоит ли говорить о командных боях? Да, вот тут Фидл раскрывается на полную катушку. А если бой идет у дракона или на шора, то тут наш Страшила способен в одиночку отправить всю вражескую команду на фонтан. А теперь представьте лица врагов. Да-да, вот-вот. В общем, ребята, это отличный лесник, если вы собираетесь затянуть игру в лейд. Итак, и вот мы уже на меду. И тут у нас талон. Да, его не так давно ослабили, но он все равно остается сильным пиком. Сейчас он просто король Чизинга. Уже на втором уровне он может легко сделать первую кровь. Вы удивитесь, но есть еще люди, которые любят подойти на рейндж его умений и потом удивляются. В смысле? А где мое лицо? И это неудивительно, ведь у него просто тонну урона уже в самом начале игры. Те, кто знаком с его силой в начале игры, стараются держаться от этого парня подальше на расстоянии. Но даже если ваш оппонент играет осторожно, никто не мешает вам запушить лайн и отправиться на соседние линии. Или еще лучше, подловить вражеского лесника. Раньше его собирали в ассасина, но минусом было то, что если вы зафейлились в начале, то становились бесполезным. В нынешней мете его собирают как брузера. Вы все так же способны ваншотнуть вражеского керри, но при этом становитесь еще более живучим. И это позволяет дольше оставаться в бою, тем самым нанести максимальный вред вражеской команде. А вы догадались, кто наш следующий мидер? Да, вы правы. Это, конечно же, Катарина. Эта девочка может спокойно брать на себя всю игру. Еще бы, она наносит просто тонну урона после получения второго-третьего уровня. И тем более, если она успела получить хотя бы одно убийство, то остановить уже ее становится крайне тяжело. Вы даже не успеете сказать ей «Хей, Катарина, привет!», как отправитесь смотреть на экран статистики после смерти. В отличие от других ассасинов, она не выбирает одну жертву, а просто прыгает в толпу и просто убивает всех. Как вам такое, призыватели, а? Прежде чем перейти к следующему чемпиону, хочу отметить, чтобы вы не стеснялись брать сразу защитные предметы, если у вас тяжелый лайн. Ах да, совсем забыла упомянуть, что у вас есть две клевые сборки через АП и через брузера. Причем последняя вообще огонь, вы не ослышались. Тут есть два основных предмета. Это сокрушитель богов и титаническая гидра. А вот остальные предметы уже будут выбираться в зависимости от ситуации. Но стоит отметить, что есть два популярных предмета. Это бодрак и стерак, которые, кстати, очень хороши против затанкованных команд. Если вы чувствуете, что вам нужно больше урона, то все равно можете включить свою сборку зубношора в качестве первого или второго предмета. Когда мы говорим о сильных АДК, то просто нельзя не сказать о Вейн. В текущей мете она гиперкерри. На самом деле, та же Джинкс или Кагмао выдают больше урона и отлично показывают себя в тимфайтах, в основном из-за отличной синергии с ураганом. Однако Вейна не будет такой легкой целью, как вышеупомянутая Керри. Она не столь зависима от своей команды. Ну а если уж повезло и у вас хороший саппорт, то спокойно можете усыпать ущелья трупами поверженных врагов. Получив свои предметы, можно бояться только разве плохого пинга, ну или дисконнектов. А все потому, что другие чемпионы вообще не будут представлять для вас угрозы. Если мы еще не убедили вас играть на ней, то вот вам еще один аргумент в пользу Вейны. С точки зрения АУЕДАПС, Джинкс и Ког, конечно, лучше, но даже им не так легко уничтожать затанкованных чемпионов. Для Вейны же такие цели не толще одного слоя бумаги. Если вы хотите соло-керрить игру, то Вейн – ваш выбор. Главное, не забудьте забанить Дрейвена при этом. Следующий чемпион у нас – Тристана. Как и Вейн, этот АДК также достаточно самодостаточен. Ее огромный рейндж в поздней игре не дает врагам приблизиться к ней. Но если они не погибли, пока сокращали дистанцию, то прыжок и ультимейт поставят здесь жирную точку. Способность пушить и разрушать таверы – это вообще отдельная песня. На всей стадии игры она легко может выиграть бои 2 на 2. У нее есть все для этого. И это еще не все. Как и Ассасин, она может выслеживать одиночные цели на линиях, ну или в лесу. Врываться через прыжок и моментально уносить их на фонтан. Наверное, она хотела быть Ассасином. Но это не точно. Итак, мы уже добрались до саппортов. Эх, как же быстро пролетело время. Ладно, ближе к делу. Первый саппорт в нашем списке на сегодня – это Лулу. Когда мы говорим о ней, то многих лесников, Ассасинов, да и вообще, всех, кто играл против нее, начинается дергаться глаз. Райты в одном из обновлений нечаянно сделали ее имбой. И потом пришлось потратить целую кучу времени и обновлений, чтобы сделать ее менее сильной. И знаете что? Она по-прежнему остается лучшим чародеем в игре. И по всей видимости, она и будет оставаться такой еще очень долгое время. Мой совет. Если вы играете на Лулу, то забаньте против себя Зайру. Это самый неприятный матчап. Ладно, опять Йордлам достается много внимания. Давайте перейдем к следующему чемпиону – Трэш. Неожиданно, да? Надеюсь, вы поняли, что это был сарказм. Это просто бог саппортов. У него есть все для этого. Кстати, он может спокойно посоревноваться с Лулу в полезности. Единственное, чем он может уступать ей – это сложность исполнения. Вы можете просто взять Лулу и будете по-любому полезны. Когда Трэшу, чтобы быть полезным, нужно успевать отменять влету с помощью Ешки, хорошо позиционироваться, чтобы дать точный хук. Ну и так далее. Но вот если вам это по зубам, то горе тем, кто встает на вашем пути. Ну, а на этой веселой ноте сегодняшнее видео подходит к концу. Хотелось бы побыть с вами подольше, но новое видео само себя не сделает. Поэтому говорю вам, до встречи в новом видео. Главное, не забудьте про розыгрыш. Информацию о нем вы можете посмотреть в описании или закрепленном комментарии. А чтобы его не пропустить, подпишитесь на канал и жмякните на колокольчик. Ну, вот теперь точно все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok